К итогам муниципальных выборов в Петрограде. Выборы в районные думы по Петрограду, 12 районов, уже закончены. Общая сводка цифровых и иных материалов еще не опубликована. Тем не менее, по некоторым данным от районов, можно восстановить общую картину хода и исхода выборов. Из более чем миллиона избирателей избирательное право осуществили около 800 тысяч человек. В среднем 70%. Абсентеизм отнюдь не угрожающий. Вне избирательной черты остались наиболее пролетарские участки таких районов, как Невский и Нарвский, пригороды, пока еще не присоединенные к городу. Избирательная борьба развернулась не вокруг местных муниципальных требований, как это делается обыкновенно в Европе, а по основным политическим платформам. И это вполне понятно. В момент необычайной революционной встряски, усложненной войной и разрухой, когда классовые противоречия обнажились до крайних пределов, совершенно немыслимо было удержаться в избирательной борьбе на местных вопросах. Неразрывная связь местных вопросов с вопросами общеполитического положения страны неминуемо должна была прорваться. Поэтому главными конкурентами на выборах выступили три списка по числу трех основных политических платформ – кадетов, большевиков и оборонцев, блокнародников, меньшевиков, единства. Беспартийные группы, выражающие собой политическую неопределенность и беспрограммность, при таком положении вещей неминуемо должны были сойти и действительно сошли на нет. Избирателю предстояло сделать выбор. Либо назад, за разрыв с пролетариатом, за решительные меры против революции – кадеты. Либо вперед, за разрыв с буржуазией, за решительную борьбу с контрреволюцией, за дальнейшее развитие революции – большевики. Либо за соглашение с буржуазией, за политику лавирования между революцией и контрреволюцией, то есть ни назад, ни вперед, блок оборонцев, меньшевиков и эсеров. Избиратель сделал выбор. Из 800 тысяч голосов за блок оборонцев высказалось свыше 400 тысяч. За кадетов – немногим больше 160 тысяч. Причем ни в одном районе не получили они большинства. За большевиков – свыше 160 тысяч, причем в наиболее пролетарском районе столицы, на выборгской стороне, большевики получили абсолютное большинство. Остальное, незначительное количество голосов распределилось между 30-ю беспартийными, надпартийными и всякими иными случайными группами и образованиями. Таков ответ избирателя. О чем же он говорит? Первое, что бросается в глаза – это слабость и немощность беспартийных групп. Сказка о беспартийной природе русского обывателя разоблачена выборами в конец. Политическая отсталость, питающая беспартийные группы, отошла, очевидно, в область прошлого. Массовый избиратель определенно стал на путь открытой политической борьбы. Вторая особенность – это полное поражение кадетов. Как бы ни увертывались кадеты, они должны признать, что в первой открытой борьбе при свободе выборов они разбиты на голову, не получив в свое распоряжение ни одной районной думы. Еще не так давно кадеты считали Питер своей водчиной. Они не раз писали в своих воззваниях, что Петроград оказывает доверие только партии народной свободы, при этом ссылались на выборы в Государственную думу по 3-е июньскому закону. Теперь окончательно выяснилось, что кадеты царствовали в Питере милостью царя и его избирательного закона. Стоило сойти со сцены старому режиму, и кадеты мигом потеряли почву под ногами. Короче, массовый демократический избиратель не за кадетов. Третья особенность – это выяснившийся несомненный рост наших сил, сил нашей партии. Членов нашей партии в Питере – 23-25 тысяч. Тираж правды – 90-100 тысяч. Причем 70 тысяч приходится на один Питер. Получили же мы голосов на выборах свыше 160 тысяч, то есть в 7 раз больше количества членов партии и вдвое больше тиража правды в Питере. И это при том адском вое и травле большевиков, которыми терроризировала обывателя почти вся так называемая печать от бульварных биржовки и вечерки до министерской воли народа и рабочей газеты. Примечание. Воля народа. Газета «Орган правого крыла партии эсеров» выходила в Петрограде с 29 апреля по 24 ноября 1917 года. Нечего и говорить, что при такой обстановке за нашу партию могли голосовать лишь наиболее стойкие, не поддающиеся ужасам революционные элементы. Таковы прежде всего вождь революции, пролетариат, давшие нам преобладание в Выборгской думе, и затем наиболее верные союзники пролетариата, революционные полки. Затем следует заметить, что свободные выборы привлекли к урнам свежие, неискушенные еще в политической борьбе, широкие слои населения. Это прежде всего женщины и потом десятки тысяч мелких чиновников, заполняющих министерства, а затем множество мелкого люда, ремесленников, лавочников и прочих. Мы вовсе не рассчитывали и не могли рассчитывать, что эти слои сумеет теперь же порвать со старым миром и решительно стать на точку зрения революционного пролетариата. А ведь они, собственно, и решили судьбу выборов. Если они сумели отвернуться от кадетов, а они это сделали, то это уже большой прогресс. Короче, массовый избиратель уже отошел от кадетов, но он еще не пришел к нашей партии, он остановился на полдороге. Зато вокруг нашей партии уже сплотились наиболее решительные элементы – революционные пролетарии и революционные солдаты. Массовый избиратель остановился на полдороге. И, остановившись, он обрел там на полдорожье достойного вождя – блок меньшевиков и социалистов-революционеров. Не разобравшийся в современном положении и путающийся между пролетариатом и капиталистами, мелкобуржуазный избиратель, разуверившись в кадетах, естественно потянулся к окончательно запутавшимся и беспомощно лавирующим между революцией и контрреволюцией меньшевикам и социалистам-революционерам. Подобный к подобному. В этом весь смысл блестящей победы блока оборонцев. В этом же четвертая особенность выборов. Нет сомнения, что с дальнейшим ростом революции разношерстная армия блока неминуемо будет таять, отходя частью назад к кадетам, частью вперед к нашей партии. Но пока, пока вожди блока могут утешать себя победой. Наконец, пятая и последняя особенность выборов. Последняя не по своему значению. Это то, что они конкретно поставили вопрос о власти в стране. Выборы окончательно выяснили, что кадеты – меньшинство, ибо они с трудом собрали 20% голосов. Громадное большинство – более 70% за социалистов правого и левого крыла, то есть за эсеров и меньшевиков, и за большевиков. Говорят, что муниципальные выборы в Петрограде – прообраз будущих выборов в учредительное собрание. Но если это верно, разве не чудовищно, что кадеты, составляющие незначительное меньшинство в стране, имеют громадное большинство во временном правительстве? Как можно терпеть господство кадетов во временном правительстве при явном недоверии большинства населения к кадетам? Не это ли несоответствие является причиной того нарастающего недовольства временным правительством, которое все чаще прорывается в стране? Не ясно ли, что дальнейшее сохранение этого несоответствия и неразумно, и недемократично? Бюллетени Бюро печати при ЦК РСДРП, 1 номер, 15 июня 1917 года, подпись К. Сталин.